С вами Николай Пименко в проекте Дата. Сегодня 1 мая. Праздник труда. День труда. 1 мая. Ранее, а для многих и в глубине души сейчас, день международной солидарности трудящихся. Все началось в 1886 году. В США волна стачек и демонстраций. 4 мая в Чикаго митинг протеста, во время которого взрывом убиты 7 полицейских и около 60 ранены. Полиция откроет огонь по митингующим. Организаторы схвачены, несколько человек казнены и многие приговорены к заключению. В июле 1889 года на Парижском конгрессе 2-го интернационала 1 мая в память об этих событиях будет провозглашено революционным праздником трудящихся всех стран. У нас это будут называть словом «майовка». То есть вроде отдых, но для жандармов. А с их уходом – революционные беседы. В СССР это был уже день международной солидарности трудящихся. У родившихся в этот день 1 мая 1769 года на свет появляется Артур Уэйлсли Веллингтон. Он прославился своими победами над французами на Пиренейском полуострове и триумфом над Наполеоном у Ватерлоу. За свои подвиги он получает последовательно все титулы, став в конце концов герцогом Веллингтоном и получив чин фельдмаршала Британской империи, входит в историю уже под этим именем. 1880 год. День рождения Альберта Ласкера, американского филантропа, отца современной рекламы. Он создавал известность другим, но сам при этом избегал ее. Кто-то написал про него. Но главная цель заключалась в том, чтобы направить как можно больше товара в руки, как можно большего числа людей по наиболее простым и дешевым путям, чтобы массовое производство и потребление переплелись. Ну, то, чем занимаются сегодня все рекламные агентства мира. 1917 год. День рождения Федора Хитрука, советского кинорежиссера, мультипликатора, народного артиста СССР, лауреата Госпремии. Дебютировал в далеком 1962 году, сняв легендарный мультфильм «История одного преступления», который был удостоен ряда международных наград. Потом были «Каникулы Бонифацио» и шедевральный фильм «Фильм-фильм». А в 1969 году увидела свет первая часть трилогии, посвященной знаменитому плюшевому медвежонку. Правда, не нашему. Винни-Пух. В 1929 году родился Станислав Микульский. Польский актер. Он получил звездный статус во всех странах соцлагеря, включая, конечно же, СССР. Благодаря телесериалу «Ставка больше, чем жизнь». Этот фильм с успехом прошел в 60-х годах. Актер сыграл в нем польского разведчика Станислава Калицкого, который под именем капитана Ганса Клосса служит в Ставке германского командования во время Второй мировой войны. Эдакий Штирлиц. Событие дня. 1786 год. В Вене с успехом проходит премьера оперы Вольганга Амадея Моцарта «Свадьба Фигаро». Она имеет честь быть самой старой оперой из постоянно находящихся в репертуаре практически каждой определенной труппы в западном мире, вызывающей восторг миллионов слушателей. 1840 год. В Англии появляются в продаже первые в мире почтовые марки. Это черная однопенцевая и синяя двухпенцевая с профилем королевы Виктории. Автором идеи использования марок для оплаты почтовых отправлений был Роуланд Хилл, позже удостоенный, кстати, рыцарского звания. 1918 год. 1 мая. На Ходынском поле проходит первый военный парад Красной армии. В нем принимают участие войска московского гарнизона. Присутствуют Владимир Ильич Ленин, Надежда Константиновна Крупская, Мария Ильинична Ульянова. Музыкальное сопровождение мероприятия обеспечивал оркестр под управлением Питкевича. 1937 год. Завершается строительство канала «Москва-Волга». Решение о строительстве принято в 1931 году на пленуме ЦК ВКПБ. Ну а год спустя вышел приказ о формировании Дмитровского исправительно-трудового лагеря «Дмитлак» для использования труда заключенных. Канал стал главным проектом второй пятилетки, а лагерь – одним из самых больших отделений «ГУЛАГа». 1966 год. Битлз выступают на лондонском стадионе Уэмбли в числе лучших ансамблей и певцов страны, отобранных по итогам опроса мнения читателей еженедельника New Musical Express. Это последнее выступление группы Великобритании. 1982 год. В Польше 50 тысяч сторонников профсоюза «Солидарность» организуют демонстрацию протеста против военного положения. Но уже 4 мая это самое военное положение будет ужесточено. 1990 год. Во время первомайской демонстрации в Москве устраивается так называемая абструкция президенту СССР Михаилу Горбачеву. Все, находившиеся на трибуне Мавзолея, быстро покидают ее. Первомайская демонстрация в Москве становится первым проявлением открытого противостояния так называемой стихии митинга и руководства страны. Среди лозунгов того времени «Долой ленинизм, свободу Литве». А в 1993 году в этот день так называемая демонстрация про коммунистических и национально-патриотических сил в столице, в Москве. Происходит столкновение между участниками демонстрации подразделениями московской милиции и ОМОН на Гагаринской площади. Эти события будут оценены как попытка экстремистского коммунистического меньшинства столкнуть российское общество с пути реформ. Так писали тогда газеты. В результате на Октябрьской площади и площади Гагарина 579 человек получают ранения, из них 251 сотрудник правоохранительных органов. 2004 год. Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония входят в состав Европейского Союза. Это расширение становится самым крупным в истории Европейского Союза со дня его основания. Ну и самое последнее. 2003 год, 1 мая. Всемирная организация здравоохранения сообщает о том, что от атипичной пневмонии в мире скончались 372 человека. Всего же на планете зарегистрировано 5663 случая заболевания тяжким респираторным синдромом. На территории России случаев атипичной пневмонии не зарегистрировано. И позже тема заражения совсем сходит на нет. И складывается впечатление, что в современном мире даже серьезный вирус, новый и опасный, легко поддается современным технологиям. К несчастью, это оказалось одним из тех звонков, которые тогда не услышали. Человечество по-прежнему не царствует на Земле, а лишь арендует ее. И как долго будет продолжаться эта договоренность, зависит, видимо, от каждого из нас. С вами был Николай Пемненко в проекте «Дата».